Смотрим, начинаем обычное дело. Тема сегодня у нас груши, но так уж получилось, что вы мне все испортили, друзья. Опять пошли письма, опять надо отвечать, отложишь, а бывает, что надо срочно ответить, или пока человек интерес не потерял, поэтому еще несколько писем, а потом пройдем уже своим чередом. Вот, значит, смотрите, не подумайте, что... Ну, это один из моих маленьких праздников. Павел Троценко, вы уже знаете его, редактор моих книг, мой помощник со всех сторон. У меня с одной стороны Антон Валерьевич, с другой Троценко, с третьей. Ой, еще сколько у меня прекрасных помощников. Так вот, значит, он прислал мне, ему прислал у Домиченко Аполлинарий, написано, первый раз ваших косточек. Заметьте, косточек, 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 косточек. Вот, смотрим. Там фотографии восемь было, я выбрал три из них. Вот, вот одна. Где живет Аполлинарий, не знаю. Вот, косточки мои, но у меня, к сожалению, есть одна проблема, сейчас я не скажу. Вот вторая фотография. Ну, что, из косточек нормально получились абрикосы. Это уровень Амуров. Вот, это уровень Амуров, то есть они вполне культурные. Вот, конечно, там я еще ниже кое-что покажу, уже не тянут на суперсорта, но давайте вспоминать что? Давайте вспоминать следующее. Что сказал Сычев Александр Иванович? Сычев Александр Иванович, это один из самых известных, самых крутых специалистов по абрикосам в частности. Вообще от садовода, ученый. Вот. И вот его, 2017 год, его было так. Я повторюсь еще разок. Цитата из его статьи о председательном хозяйстве. Сотни тысяч людей прочитали, что с севернее, там было написано выше, выше линии Воронеж-Курск, абрикосы можно перечислять по пальцам. Ну, прошло 15 лет. Вот, наверное, уже не по пальцам. Так. Но что нам мешает? Значит, другой мой помощник. Ну, там, Алексей Виноградов присылает мне. Вот это вот он перефотографировал. И здесь написано, приехали, запятая Красноярск. Ну, а дальше понятно, что в Красноярске вот эти якобы абрикосы продают по 650 рублей. Я бы не стал зацикливаться. Они везде продаются, во всех городах, вы знаете. Видите, мне один пустяк. Опять украдена моя фотография. Так. Это значит, что... Эй, Молдаване! Как им помахать? Хоть один Молдаване не видит. А я один раз получал это письмо и заказал Молдаване. Один случай был. Значит, он тоже не все гладко. Даже такой случай был. Вот. Теперь посмотрели. А он отслеживает Винограду. Он уже больше сотни таких обнаружил. Я сам уже не одну сотню обнаружил. А он продолжает. Теперь вот это вот следующее получил. Смотрите. Опять реклама. Опять моя фотография. Я вам показывал ее, как она находится в интернете. Я надеюсь, никто не сомневается уже, что она моя. Урожайно 45 килограмм. Да, молдавские абрикосы. Буду тут 45 килограмм плодоносить. Ага. Давайте дерево. Это 6 бедер, 7 бедер. Вот. Цена тоже. Вот. Меня вот это убивает. Смотрите. Значит, вы сейчас поймете, как нас дурят. Вы получите в 79 году. И смеси Сенцев. Второе поколение Хабаровский. Отборный форум. А что написано? Абрикос Саянский. Понятно. Вот. Значит, все это, ну, в общем, все это передрано. Лишь бы только продать Сашинца. Ага. И, наконец, спасибо Алексею, это, награду. Вы мне прислали. Я говорю, это величайшая честь, что на сайте РСХ, то есть, Тимирязевки, Тимирязевской академии, красуется моя фотография. Ну, переименовали в успех. Эти переименовали в Саянский. А этот в успех. Вот. Так что признание все-таки добился. Теперь. Дальше я хотел что сказать. Ну, с этим понятно. Есть реальный человек. Вот. Жаль, что я про Аполлинария не знаю ничего. Он переписывался с Троценко. Ну, вот, черный по белому написано. Ваши козлики. Вот. С этого, естественно, тысячи вырастет тысячи мертвых. Ну, Молдавия и Сибирь. Вот. Тысячи мертвых. Тысячи мертвых. Обидно, когда это самое. Так опуститься. Вот. За Тимирязевки. И ведь не убирает фотографии. Я-то я вам показывал в прошлом году. Год назад. А этот. Сейчас нашел я. Так что она все живое. Продолжаю дурить. Так. Теперь. Я хотел познакомить вас еще с климатом Крыма, да. И с климатом. Сейчас покажу. Ростовского. Сначала была Ростовская область. Это очень важно. Она касается всех нас. Потому что где у нас засух не бывает. Вот. Атлас мира, да. Видите. Вот. И когда я получил письмо. Не письмо. О. Телефонный разговор. Длинный-длинный разговор. Я после этого повез. Посмотрите, где же это. Атласовская область. Я всегда читал, что это. Рядом Северный Кавказ. Рядом Азовское море. Оказывается, точно рядом. Но когда он мне сказал, что их замыслили засухи. Раз. Засухи многолетние. Два. И самое интересное. Он в своем районе не нашел ни одного абрикоса. И вот тут я уже это. Ну хорошо. Допустим, Сычев Александр Иванович. Кстати, он настолько авторитетен. Он все-таки тогда ученые были попроще. Он со мной дискутировал на странице Фазенды. Сохранились статьи. Мое письмо в виде статьи и его письмо в виде статьи. И судя по его письму, грамотнейший мужик. Единственное, что... Знаете, почему я тогда вступал в переписку? Не в перепалку, а в переписку. Забыл упомянуть, что центр садоводства абрикосовая в Сибири, прям посреди. Прям на Енисея, прям тут вот. Ну, он мог этого не знать, потому что это... Мы как-то не усовывались тогда. Да и сейчас никто про нас не знает. И получается, что... Я сейчас собираю информацию крохами. Ну, эти... Ростовская область, Южне, Курска, Курска и... это... Подражимоваться, Севернее. Ну, это уже, получается, Москва, Ярославль, там еще где-то. В общем, там абрикосов по пальцам посчитать, это значит, не больше десяти. На всю... На это... На пол материка. А на Юге, значит, сады не есть. Оказывается, другу садится, что их там поменят. Дальше он говорит, ростовчанин, что в соседнем районе есть питомник. Назвал его, я не запомнил название питомника. Сказал, что оттуда все выписывают, все мертвое. То есть все-таки они что-то это... Вот пока так. И, наконец, понятно, что... Я знаю, как абрикосы. У нас засухи были страшные. Я рассказывал, что ходишь, босиком пройти нельзя. Ноги горят. Дымят. Вот. Ожоги. Вот это были засухи. Вот это я понимаю. Вот. Но абрикосы как-то это... Не сильно страдали. Ну, саженцы, понятно. Там... Попробуй, Сергей, она прививает. А у них корешки-то там с шариковой ручкой, да, маленькие эти. Вот. Посадят, прививки. Ну, конечно, она высыхает на второй же день. Надо поливать постоянно. Ну, и с 1934 года, даже раньше, мы уже ничего не поливаем. И засухи не поливали. Они находят воду за счет стержевого корня, так? Тогда спрашивается, а ростовчанам что надо? Что им надо? Почему так получается? Почему у них нет абрикосов? То я-то давно уже знаю, почему. Вот. Ну, любой непридятый человек там... Рядом же, это... На Кубани пригласили Путина. Накормили его. Угостили яблок, саженцы подарили. Я бы сейчас... Вот до того хотел бы увидеть эти саженцы. Ой! Как бы я хотел увидеть. Что ж ему такое подарили? Вот. Ну, кроме яблони, мы ничем не порадовали. Он спросил у них, где ваши абрикосы. Видимо, забыл. Но решили, что будем поднимать это фруктоводство, то есть импортозамещение. Ну, вот оно так выглядит. Вот. Теперь, значит, Крым. Крыма я ждал, когда объявится такой человек. А он не просто человек. Представляете, что сделал? Он размахнулся как. Смотрите. Вот дальше будет очень важно. Потому что я буду говорить с вами, с ним. И надо, чтобы таких было побольше. Ведь есть... Вот с Крыма человек присылает 10 тысяч рублей и говорит на все деньги косточкой. Так? Я вот думаю так. Сижу и рассуждаю. Так что? Своих нет абрикосов. Слив, вишен. А ведь он через запятую. Абрикосы запятая, сливы запятая, вишню запятая. Вот это он заказал. Еще перчиков заказал. Но у меня их не было. Я там был в Крыму. А там прямо вот горы. Прямо, например, санаторий Утес, где я был. На Речане. Ну, не зря назывался Утес. А лучшее место это и не найдешь вообще. И вдруг нету. Вот я давно уже понял, что тут не хватает одного. Это позволяет у Ростовской области. Засухи. Чехал абрикос на ваши засухи. Крыму. Горы. Еще лучше. Не хватает чего? Горы. Техники. И этого самого. Этих же самых кости. А теперь смотрите, как я с ним беседовал. А теперь передаю вам. Итак. Значит. Вот конкретно. Я убрал фамилию. Как-то неловко. Если не согласовал. А может быть зря. Тут уже должна быть фамилия. Тут уже должна быть полный адрес. Почему? Внизу смотрите. Читаем внизу. Вы по своему усмотрению соберите набор семян и костиков. Вы поняли, что такое? Железов. Я это. И уже собрала помощница. Я ей сказал. У нас двадцать наименований костиков и абрикос. Двадцать одна. Вот. Включая эти ассорти. Значит. Всех распасованы по десять. Вот уже пожалуйста. На это. Половина посылки собрана. Поняли мой принцип. А там. Вы что думаете. Ему эти. Мелкие они нужны. Сейчас я вам покажу. Какие они мелкие. Вот. Ученые. Если кто-то этим занимается. Им надо за стулья держаться. Почему? Потому что я для них в общем-то стараюсь. И золотой запас России в погребе. Для них лежит. Ну это самое. Вот. Ну. Ему пока не нужен. Но посмотрим. Сейчас же перестройка там в верхах. Вот. А вдруг. А вдруг. Посмотрите как нас обошли белорусы. Я рассказывал. Они первые включили фары ближнего света. У них два раза упала смертность на дорогах. Надо лучше несколько лет давить людей. Пока догадались. Вот. Вот. Они. Поднаставили знаков. Которые предупреждают. А дорога чистая. Ровная. А вдоль дороги памятники стоят. Ага. Пять трупов. Ставится это. Я рассказывал вам. Ставится знак. Он невнятный. Он непонятный. Там предлагается снизить скорость. Вот. Предлагается. Вот. А попробую снизь когда до горизонта чистая ровная дорога. Вот. Ну. Ставили по принципу. Пять трупов есть. Теперь. Чтоб шестого не было. Ставим знак. Вон тот самый. Дурацкие. Непонятные совершенно. Но они сделали это. А я Путин. А я всем предлагал уже. Мы бы уже тысячи людей спас свет смерти. Уже. Они то догадались по обратной спиралью. Где гибнут. Потом мы начинаем упреждать. Ага. А почему гибнут. Они по моему до сих пор не знают. Даже те кто придумал этот знак. Статистика. Вот тут гибнут. А чего они. На ровном месте. А почему на тут. А не через. 300 метров. Там или 500 метров. До того. Какая разница. Дорога то ровная. Даже. Те фотографии. Что делали люди. С россиянами. При ездя по Беларуси. И тут мы никуда не к черту. Ну что касается агротехники. Вот. Что у нас нахрен не надо эти самые. Помните. Ну они хоть белорусы хоть мою книгу прочитали. Я так горжусь. Кто-то из чиновников писал книгу и похвалил меня. Ну сказал что извините сибирский опыт не для нас. Вот. Такая разница. Где засуха. У меня 30 лет мучили засухи. Или этот. Ростов. Мучили засухи. Вот. Ну а. Крым что крым. Туда перекрыли. Кислород. Туда перекрыли эту самую. Эту самую. Водно артерию. с Кашинской области. С Каховского морю. Водоканал. Перекрыли. Мои земляки. Это. Ну назовем. Самое благодатное место. Из. Из этого. Из того. Где мы можем развернуться. Уж в Сибири такое растет. Давайте попробуем в Крыму. Почему. Мне нужно получить. Плоды. Вот. Еще больше. Есть два пути. Если я в Крым пришлю. Черенки. И они там. Будут. Эти черенки. Расти. На чем-то привиты. Может быть уже и 120 грамм получим. А может 150. Ну ладно. Давайте пока так. Просто рассуждать. Значит. А конкретно сейчас назову. Для начала покажу то что у меня есть. Вот это например. Абрикос Академик. Вот он рекордсмен. Ну это из замеренных. Бывали крупнее. Вот. Почему я показываю. Это его предшественник. Вот это. Получилось. Ну в общем. Несколько вариантов. На разных подвоях получились вот этот. Вот. Вот такой вот. Да. На других подвоях получились вот такие. Сейчас вы поймете к чему. Потому что у меня. Заначка есть. Надо шепотом говорить. Вот. Поняли какая заначка. Вот. И вы знаете. Вот когда. Человек не поленившись. прислал мне 10 тысяч рублей. Вы думаете я ему на 10 тысяч положил. А. Ну догадывайся. Я раз потрошил заначку. У него косточки вот с этих. Вот с этих. Почему. Я хочу. Я хочу чтобы они. Крыму. Где благодатный климат. Показали. Предельные результаты. Помните. Сахарин. Садовода. Шаламая. Вон мои персики. Тохленькие. Не тохленькие. Мелкоплодные. 30-40 грамм. Редко 50. Теплицу засунул. Вырастил. Теплица. Получились за 200. Вот. Вот так я понимаю. Вот. Надо есть дальше. И вдруг мне повезло. Это я просто делюсь с вами своим счастьем. Первое то что с косточек очередной вырастил. А теперь вот эти вот самые. Смотрите. Ну если это вы уже догадались. Клоны. Академика. Причем академик. Это. Предские академики. Ни за что бы эти не узнали бы. Королевский. Фаина. Фаина изменилась так. Это же маточное дерево. Вот так. Она была совсем другая. Неудобно показывать. А вот фаина из другого дерева. Косточки кругленькие. У меня осталось два-три-четыре десятка. Вот. Догадайтесь. Отправил я. Вот этому товарищу в Крым. Или не отправил. Вот. А это мой личный клон. Это уже измельчавшие фаины. Вот. У них. Ну сами понимаете. Смешанный сад. Вот это удивительное дело. Да. Елена Александровна. Она все звонила. Она не успевает сначала. Этого не видит. Потом увидит. Фотографию она делала. Это девятнадцатый год. Не подумайте. Чего. Так. Вы поверите, что это кто? Вот. Сейчас я это самое. Ну ладно. Так это. В общем. Упреждаем немножко. Давайте по порядку. Не туда фотографию вставил. Серафим. Так. Сколько там нарисовано? Весит. Вот. Ну. В общем. Около полтинника. Так. Вот. А вот. Это. Маджуриц. Маджуриц. Самый крупный. Выявленный. Маджуриц. Спутать нельзя. Вот. Место его, как сказать. Привязка. Вот она. Это батут. Вот. Вот это и есть то самое чудо. Это. Это самое лучшее. Из Маджуриц. Да. Всем надо даже ученые заниматься. Нам с Сергеем. Честно. Не до этого. Мы так и не срезали ветки с него. Вот. Вот он. Крупный план. Вы скажите. Это Маджуриц. Вот так вот. Да. Он выращен с косточки. Это все выросло с косточки. И. У них есть папа. А папа рядом. Какие. Это может уже любой догадаться. Вот. Вот он папа. Вот он. Ну все. Ну что. Понятно. К чему идем. У меня вот. Когда вот это показал в верхнем фотографии. Вот эти три. Абрикосы. У Паллинария. Искосовский. Да. Это все пропадет. Информация о нем. Дело в том что. Вот по большому счету. Да. Уже сейчас Академия должна была. Это. Мне дать денег на то. Чтобы я найдил секретарш. Грамотнейшую. Толковую. Самую. Трудолюбивую. Уже сейчас. Было бы собрано. Несколько. Сотен. А это все сейчас. Это. Уйдет. Песок. И исчезнет. У меня уже. Большая часть фотографий. У этих. Писем просто пропало. 90%. С фотографиями. С. С этими. С. Как это называется. С адресами. С фамилиями. Представляете. Вот. И еще будет пропадать. И вот. То что сейчас. Наша страна. Я специально показываю. На примере. Вот это вот. Где он делся. А. Вот этот вот. Это. Манжурский абрикос. Он ценнее. Ценнее. Или по крайней мере. Не менее. Ну. Такого же уровня. Как те. Которые. Двадцать разы около дни. Это где-то. Грамм тридцать пять. Сорок. Вот. Дело в том. Что. Уже сейчас. Должна была быть. Где-то. Сетка такая. Контур. Нашей. Сирии. Огромный. Плюс Украина. Белоруссия. Оттуда тоже пишут. Вот. И везде. Где удалось бросить. Хоть один наприкос. Довести до плодоношения. И везде. Это досье такое. Фамилия. Адрес. Все это самое. Пароли. Явки. В общем. Все. Это. Чтобы. Эта точка на карте. Вот. Там пошло. Не так как в Красовской области. Ни одного. Ни единого. Абрикоса на целый район. Как мне сообщили. Ни единого. Представляете. А вот это вот. Которое по-новому сейчас. Отсюда пошло. Из моего сада. И оно покрывает Россию. Ну. Медленно естественно. А есть и уникальные случаи. Вспомните. Дальний Восток. Какой здоровенный. Абрикосовый сад. Фамилию я не помню. Но я вам показывал в юбинаре. Здоровенный сад. Вот. Это самое. Это Дальний Восток. Алексей Макаров. Алексей Макаров. Кто знает где этот огнец находится. А это еще один. Это чуть ли не лучшее. Что мы имеем. На территории европейской. Вот. Из этих. Уже с новой технологией. Уже с новыми сортами. Вот. И у меня это просто наболело. Вот. А я знаю что все это уходит в песок. Уже десятки. 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 Да в общем сотни случаев уже. Которые давно должны быть запротоколированы. И должны быть уже. Это. И всем известны. Вот. С этого должно начаться. Сверху нет. У них есть свои абрикосы на столах. Вот. Пожалуйста. В этот год. Что нам дал. Для меня. Есть элита. Даже вот. Серафим. Амур. Артем. Бай. Это все элита. Это. Это для всей России элита. Это. Это уже. Это самое. Потом увидите кто там написал. Что косточка 25 рублей. Это не справедливо. А вот это супер элита. В этом году. Впервые. Ам Мичуринский. Превысил 100 грамм. Все что за 100 грамм. Супер элита. Вверху вы видели. Вот. Поздний Филипп его. Превысил 100 грамм. Вот. И наконец. Я специально. Как бы меня не принимали. Это. За. Халтурщика. Мало ли. Грязи много. И про меня. Много грязи. Сами знаете. Сейчас. Заходите на сайт. Это. Как бы. Ключевая фотография. Когда-то. Эта фотография украсит. Газеты. Книги. Вот. Она украсит. Будущую. Эту самую. Диссертацию. Потом. Ну. И когда-то. Доктор наук. Член. Корреспондент. Академии наук. Будет меня вспоминать. Потому что. Главное. Что я обнушил. Веление Саны. Вот. Это. Веру. Веру. Что это возможно. Вот. Поэтому. Я все раз показываю. Вот. Наше будущее. Вот. Веру. 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 Веру.